МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Хочу вам сегодня рассказать о таких милых существах, как белки. Белки очень распространены в Лондоне, их можно увидеть практически в каждом парке, в Гайд-парке в особенности, в Сан-Джеймс-парке, в Риджинс-парке, в Грин-парке. Белки – это одна из таких туристических достопримечательностей, если можно так сказать, Лондона. Все туристы, которые видят белку на дороге, которая выпрашивает там «дайте мне кусочек чего-то там кушаете», всегда фотографируют, всегда снимают на камеру, всегда там пытаются с ними сфоткаться. Мы все тоже тогда, когда первый раз приезжали в Лондон, и в последующие разы, всегда очень мило стараемся с ними пообщаться. Но белки – это все-таки грызуны-вредители, как в нашей стране можно назвать крыс. Только с длинными пушистыми хвостиками и таким видом красивым. Мои собаки, с которыми я гуляю, часто гоняются за ними. К счастью, они их не догоняют, но белки сами по себе живут своей жизнью. У них очень интересные какие-то игры, они бегают по деревьям друг за дружкой, пытаются догнать, в догонялки, в прятки играют. Это как бы фауна лондонская. Достаточно интересная часть лондонской жизни. Но рассказать я хотела вам о том, какие белки бывают опасными. Мою маму, когда она была туристом здесь, укусила белка. Все произошло банально. Она залезла к ней на ручки, пока мама сидела на набережной. Белка забралась к ней на ногу, потому что мама что-то там перекусывала. И стала смотреть, что ты там кушаешь, дай мне попробовать. Как они обычно это делают. Она дала ей кусочек, положила на лавочку кусочек шоколадки. Чем богаты, тем и рады. Что было, то и дала. Та белка какая-то была немножко шибанутая. Она не увидела, где, что и как. Что она там положила, стала искать этот кусочек. Мама ей показала, вот, пальцем. Ткнула на этот кусочек, и именно в этот палец белка вцепилась. И вот так вот и висела на пальце, пока мама ее пыталась стряхнуть. В итоге она стряхнула, палец был весь в крови. Она подождала, когда кровь течет. Ну и что делать? Белка так и убежала, конечно, шоколадку она не нашла. Мама испугалась. Что делать? Рассказала своему сыну, моему брату, о том, что с ней произошло. Все бы ничего, но именно в тот момент мой брат в газете прочитал о том, что на севере Англии какого-то мужчину укусила бешеная белка. И он погнал маму в госпиталь, чтобы она сделала укол от бешенства. Мало ли что. От бешенства можно умереть. Но в тот момент, когда он ее отправил в госпиталь, он работал, должен был идти на работу. И он написал записку врачам, потому что мама не говорит по-английски, ей надо было что-то им сказать. Он написал записку врачам о том, что ее укусила белка, пожалуйста, сделайте ей укол от бешенства. И мама с этой запиской пошла в emergency, accident in emergency, то есть в травматологию, выпрашивать этот укол от бешенства. В общем, с этой запиской она пришла в регистратуру, на нее там так посмотрели как-то подозрительно. Потом пришли какие-то врачи или медсестры, тоже прочитали записку, поржали. Ну, в итоге ее пригласили там через некоторое время посмотреть, что случилось и сделать укол. Какая-то черная говорит, подошла, всучила мне, говорит, укол в мышцу и сказала, финиш. Все, типа, вали домой. Мама, кстати, да, она попросила, потому что брат сказал, обязательно спроси, что тебе там сделают, пусть прикрепят какую-то бумажку или рецепт, что они тебе сделали. Чтобы потом, если что, в России рассказывать, что произошло и от чего лечили. Наклеили ей эту бумажку, она попросила, дайте мне, что вы там кололи мне, дайте мне эту бумажку, наклейте, и я пойду. В общем, отправили. Сами, конечно, они наржались там до смерти. В итоге, когда она пришла домой, брат прочитал, ей сделали укол от столбняка. Сказали, что бешенства нету в этой стране и уже довольно-таки достаточно давно. Видимо, там в газете какая-то или утка была, или что-то не о том, может быть, просто заголовок такой кричащий. Мужчина укусила бешеная белка, на самом деле она не была бешеной. В общем, ладно, сделали и сделали. В итоге, как бы, она на родостях на следующий день пошла и прокатилась на лондонском колесе обозрения, потому что она всегда боится высоты и не хотела ехать на обзорную экскурсию на лондонском колесе. Но в тот именно день на родостях, в счастье о том, что у нее нету бешенства, и вылечилась, и ей сделали укол, она прокатилась. У меня был примерно такой же случай, когда мои собаки подрались с новой какой-то неизвестной собакой, и я полезла их, естественно, разнимать. У меня три собаки, и одна была какая-то новая. Собаки мои всегда агрессивно настроены к новичкам. Я, конечно, пытаюсь их отучить, за пять лет уже достаточно большой прогресс мы сделали, они уже не так сильно кидаются на новых, но все равно были невоспитанными. Воспитываю потихонечку. В итоге там такой кубарем все было, я пыталась их как-то разнять, и залезла в эту свору, и меня цапнула та собака. Собака непонятно откуда появилась, хозяина я так и не увидела, она убежала обратно, когда я их разняла. Я не знаю, как так получилось, но в итоге я их разняла. Собака убежала, а я осталась с укусом на руке. Ну и что делать? Я тоже боюсь бешенства или там столбника. Пошла в emergency и говорю, меня укусила собака, я эту собаку не знаю. Пожалуйста, сделайте мне укол от бешенства. От бешенства это rabies. Ну я вычитала, нашла в словаре и говорю, укол, I need injection from rabies. Они говорят, rabies not exist anymore in this country. Типа в этой стране уже давно-давно нету этой болезни, бешенства. Ну мы тебе сделаем укол от столбника. Я у них спрашиваю, а от чего это укол? Они говорят, тетанус. Я говорю, а что такое тетанус? Я же не знаю по-английски. Я просила бешенству, бешенству я как бы нашла в словаре, что это означает. Они говорят, ну когда кровь и там грязь, заражение, в общем я поняла от заражения крови. И говорит мне, тоже делала черный укол медсестра, и она говорит, внимание, укол от столбника в этой стране, ну и вообще тебе делается только раз в 10 лет. Запомни это, раз в 10 лет. Вот сегодня, там по-моему был 2014 год, до 2024 никакого укола от столбника больше не делай. Ну там видимо какие-то дозировки, если сделаешь больше, то можно и заболеть. В общем это я запомнила раз и навсегда. Да, укол от заражения крови, от столбника, делается раз в 10 лет. Что еще? Ну в общем мне сделали укол от столбника. Я со спокойной совестью и со спокойной душой тоже поплелась домой. Хорошо, что в этой стране нету бешенства, но случаи с бешенством у нас были в России. У мамы наша собака подралась с какой-то местной собакой, за которой хозяйка недостаточно хорошо следила. И там такая тоже свора образовалась, они друг с другом кубарем стали там драться, что мама тоже хотела разнять. То есть когда вы хотите разнять собак, лучше их просто оставить в покое и там или кричать на них, или не кричать, но не подходить и не пытаться влезть. Вас обязательно укусят. Вот. И она даже не поняла, кто ее укусил, наша собака или их собака, но в итоге, так как в России есть бешенство, решила все-таки поехать в травмпункт и прошла курс, полугодовой курс лечения уколов. Там по какой-то системе делаются уколы, сначала раз в месяц, потом раз... или наоборот, сначала раз в две недели, потом раз в месяц, потом раз в три месяца. В общем, курс от бешенства надо проколоть. Потом она еще раз попала на этот курс от бешенства, когда гуляла у нас во дворе и увидела кошку, которая запуталась в сетке футбольных ворот и не могла выбраться. Кошка ошарашенная, с такими глазами мама подходит к ней попытаться эти когти вытащить из сетки. Начала ее царапать и, в общем, извивалась там. В общем, мама пришла домой вся в крови, и мы с ней опять пошли в больницу, это как раз было, когда я там приехала в гости. И нас отправили в травмпункт, и там пришлось снова проходить курс лечения. Хорошо, что здесь, в Великобритании, нету этого бешенства, не надо проходить никаких курсов, только один укол от столбняка и свободным. Но поржали на дни, конечно, она до сих пор вспоминает. Все, говорит, там просто читали эту записку, которую брат написал, ее укусила белка. Это действительно смешно. Но когда, говорит, она висела у меня на пальце, это было не смешно. Говорит, я не могла, говорит, ее скинуть, пока она под напором своего веса не упала уже от меня и не убежала. А потом, говорит, кровища текла и с пальцем. В общем, такие случаи бывают с белками, будьте с белками осторожны. Они миленькие, хорошенькие, интересные, но кусаются они как надо. Ну, если вас укусила белка, вперед в травмпункт, где вам сделают укол от столбняка и отпустят во своей оси. Пока на это все. До новых встреч, новые истории, новые сюжеты. Надеюсь, вам что-то пригодится в жизни. Пусть даже не в этой стране, может быть в России, может быть в какой-то другой стране, где бывают такие случаи, которые произошли со мной или с моими родственниками. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok